Меня зовут Чумакин Александр. Работаю я в компании Juna. Это ride-sharing startup. Мы пока что берем приложение по заказу такси в Нью-Йорке. Кто пользовался Uber или чем-то подобным? Конечно. Знаете, что такое ride-sharing? Это приложение, где вызывают машинку, к вам приезжает водитель, с карточки списываются деньги, все happy. Весь R&D Juna находится в Минске. Это порядка 100 с чем-то человек. И половина из 100 человек это бэкэнд. Представителем бэкэнда я являюсь. Я работаю кей-инженером в бэкэнде. И я хочу рассказать сегодня о тестировании микросервисов в бэкэнде. Бэкэнд у нас весь написан на go. Все тесты написаны на питоне. Для базовой информации достаточно. Кто что-нибудь знает про микросервисы, работал с ними, работает сейчас, может? Мы не одиноки. Это здорово. И кто что-нибудь понимает в питоне? На самом деле все что-нибудь понимают в питоне, потому что если вы умеете читать по-английски, вы умеете читать питон. Расскажу немножко о процессах, о том, что мы делаем, как мы делаем, чтобы немножко вести в курс дела и раскачать всех. Это наша команда бэкэнд кей. Вверху наш архитектор. Четыре тимлида, и у каждого тимлида есть команда. Как распределены команды, мы работаем по отраслям. У нас несколько десятков микросервисов, что-то близко к сотне. И примерно равное количество микросервисов. И мы их тестируем в изоляции. Дальше буду рассказывать, что это такое. Пока расскажу, как к нам приходят таски. Как и у всех, прилетая с бизнеса таска, мы хотим сделать что-то. И бизнес ее обсуждает с инженерами, с архитекторами, и в том числе с кей-инженерами. На этом уровне участвуют архитектор и лиды. Кстати, у нас 15 кей-инженеров только в бэкэнде. У кого есть столько же вообще в компании, вообще кеев всего? И это на 100 человек. Тоже неплохо, кстати, да. После того, как мы обсудили с бизнесом, насколько страшна будет таска, насколько больно ее будет делать. Мы обсуждаем между командами, кто будет не задействован, что будет сделано, что от каждой команды требуется. Ведь микросервисная архитектура предполагает, что все делается последовательно. Готовится endpoint в одном микросервисе, другой начинает их юзать, потом третий все это вместе собирает, потом все это отправляется на какую-то опишенную прослойку для клиента, и потом уже клиента может использовать. После этого мы, как кей-инженеры, вместе с нашими рядами участвуем в код-ревью разработчиков, которые написали код. Это довольно странно, и я хочу узнать, есть ли вообще кроме меня люди, которые ревьюывают код разработчиков, не являясь разработчиками. Очень мало, и это очень логично на самом деле, потому что это довольно непринятая практика кей-инженеры смотреть код разработчиков. А ведь на самом деле на этом моменте мы можем отсечь кучу проблем. Мы можем знать какое-то поведение системы, которое для нас абсолютно очевидно и абсолютно не очевидно для разработчиков, для их лидов, для всей команды, которая ревьюывает, для всех их коллег, которые смотрят эту задачу. И не проходя стадию тестирования, не написав ни одного теста, мы можем убрать уже кучу очевидных для нас проблем, как минимум связанными с конфигурацией, с какими-то вещами, связанными со сборкой и так далее. После того, как все-таки код-ревью прошло, мы приступаем к тестированию. То есть любая задача, абсолютно любая задача, какое бы изменение ни было где-то, конфигурационное, коровское, неважно, всегда проходит тестирование. И в этом задействован один из кей-инженеров. Если нужно, мы добавляем тесты, удаляем, меняем. Причем удаляем довольно часто, потому что мы что-то Legacy поддерживаем, потом старые клиенты это перестают использовать, мы это Legacy выпиливаем. Иногда бывает задача, где надо выкосить несколько сотен тестов всего-навсего, что очень приятно. И что самое важное, я хочу подчеркнуть, у нас тоже есть код-ревью, потому что у нас тестового кода в разы больше, чем у кода разработчиков. У них очень много кода генерируется. Go очень удобен тем, что очень легко генерировать контракты, генерировать какие-то вещи из одного микросервиса в другой. Go очень хорошо подходит для микросервисов, и большая часть рутинной работы заменена автоматизацией. У нас же этого почти что нет, и мы все честно проверяем, пишем изменения в либах, в тестах, и в конфигах и тому подобное. И у нас кода получается очень много. Кто-то мерил, когда-то получился в три раза больше кода, чем гошного питона, и поэтому этот код обязательно ревьюется внутри команды, потому что, как правило, одна команда очень хорошо знает поведение вот этих микросервисов, которые они тестируют. И если это задача, которая связана со всеми командами, какая-то фичевая, то обязательно, конечно же, другие люди, которые будут юзать потом логику этого микросервиса, который мы сейчас тестируем, тоже проводят код-ревью, могут чего-то набросить, мы можем какие-то сценарии упустить. И за счет этого мы гарантируем, что у нас стопроцентное покрытие. Причем стопроцентное покрытие у нас никакого-то кода, который может как-то использоваться клиентом. А это значит, что у нас написаны тесты на все строчки кода. И у нас не будет ситуации, когда под нагрузкой код зайдет в какую-нибудь ветку, которую мы не проверили, и из-за некорректной какой-то обработки мы просто получим панику. Чем дальше, тем меньше у нас таких ошибок, в принципе. И то, как мы работаем, показывает, что это правильно. Что код-ревью тестов – это порой даже важнее, чем код-ревью разработки. Потому что код-ревью разработки может просто сделать какие-то проблемы в подходах, методологиях, принятых каких-то концепциях. И в рамках тестирования задачи мы проблему выявим, потому что мы тестируем все. А если беда в тестах, мы что-то не протестировали и какой-то кейс сплыл на прозе, то мы получим очень большую проблему. После того, как код-ревью прошел, код мы свой мержим, отправляем разработчику. Разработчик мержит свой код. Мы прогоняем на бранче сначала еще все тесты этого микросервиса, всех микросервисов, которые могут быть завязаны. Проверяем сборку. После того, как код раздеплоился на стейджинге, мы проверяем, что вместе со всеми конфигами весь код аккуратно собрался. Если это возможно, потом мы осайним задачу на кого-то из кеев, из наших клиентских команд. И я скажу, что порядка 80% задач или даже больше невозможно проверить на клиенте. К сожалению, это так. Есть бизнес-фичи, которые делаются на будущее. Мы делаем бэкэнд наперед. Как известно, бэкэнд, как правило, обгоняет фронт. Бэкэнд подготавливает какую-то базу, и фронт его проверить просто не может. Иногда они могут сгенерировать какой-нибудь пост, проверить, что корректно приходит респонс. На этом все. И тут важный момент. Мы переводим таску сразу же в ready for deployment. И наши девопс-инженеры ее выкатывают на прот либо сразу же, если мы маякнем, либо по мере разгруженности. То есть у нас таким образом реализован цикл полной доставки в продакшн. Дальше про стадию мониторинга не буду ничего рассказывать. После меня будет доклад моего коллеги Алексея Буля в первом потоке. И он расскажет про наше тестирование в продакшн. И на самом деле на этом не заканчивается наша работа с фичой. Вот. Я расскажу, что же мы вообще тестируем и как. Что значит тестирование в изоляции. У нас есть микросервис, который, собственно, нам нужно проверить. С чем он может общаться? Он может общаться с базой, с кэшами, с многими базами, с многими разными кэшами. Он может общаться с очередями. Причем как только отправлять какие-то данные, так и получать из них какие-то данные. Он может отправлять какие-то стримы данные, которые слушают. Мобильные клиентские приложения. И все это мы должны протестировать все эти связи. Но во всей микросервисной архитектуре в бэкэнде есть, конечно, внешние микросервисы, с которыми общается этот микросервис. И сортпати системы. Так вот эту часть изоляции мы мокаем. Кто вообще знаком с понятием моков? Вообще здорово. То есть это понятно. Мы инициируем работу полноценной системы, имея запущенным только один микросервис. То есть мы собираем бинарь, мы запускаем его, мы запускаем тесты. Все внешние связи мы отлавливаем, макируем. Как мы это делаем? Значит, тест вызывает хендлер в микросервисе. И мы знаем, что этот хендлер пойдет общаться с каким-то внешним микросервисом через очередь какой-то месседж-брокер, допустим, НАЦ в нашем случае. И мы знаем, по какому условию слушает внешний микросервис этот вызов. Как правило, это какой-то уникальный идентификатор типа месседж-тайпа уникального в системе, айдишки или саджикта какого-то, не суть важна. И поэтому мы подключаемся к НАЦу, создаем его клиент и слушаем по этому фильтру это сообщение. Как только это сообщение туда доставлено, мы его отлавливаем и вместо внешнего микросервиса на него отвечаем. Дальше расскажу, как мы это делаем, почему этому можно верить в принципе. То есть концепция довольно проста. Мы вместо внешних микросервисов моками отвечаем за них и делаем такую инициацию полноценной рабочей системы. Я хотел бы рассказать, конечно, о нашей системе и на ее примере что-то объяснить, но мне подсказали, что я за 40 минут не управлюсь, поэтому упраздним нашу реальную схему в работе микросервисов. Вообще ничего не видно, но так и надо на самом деле. До вот такой. Это пример микросервисной архитектуры для какого-то приложения по онлайн покупкам, где один из микросервисов это gateway прослоечка, которая общается с клиентами, является практикой между клиентами и нашей бэкэнд микросервисной архитектурой. Есть микросервис, отвечающий за логин аус, который умеет делать тринпоинт и create getupdate. У него есть базочка users. Есть микросервис, отвечающий за поиск юзеров, за поиск покупок. И payment, который умеет работать с отпасти системы, умеет делать билл и возврат денег. Таким образом, в питоне мы описываем либу. Она одна. Ее используют все микросервисы. И тут мы используем в раппер как идею моков. То есть у нас есть один класс с ключами. Вообще, кто знает питон, в питоне очень легко объекты вложатся на JSON. Мы можем вот таким образом, как сверху аус-кейс. Это, допустим, для микросервиса аус. Endpoint описано для создания юзера. В реквесте у нас есть какие-то параметры типа first name, last name. И в response есть какая-то user ID. И описан для него в раппер. В раппер выглядит примерно таким образом, где мы можем передавать данные специфически, если нам важно поведение системы при определенных данных. Или мы можем не передавать данные, если нам просто валидно, чтобы внешний микросервис, ответил каким-то правильным контрактом с правильными типами данных. Вот. Мы описываем в рапперы для всех реквестов-респонсов в том или ином виде. У нас есть либо, конечно, для каких-то general вещей, генерации работы с временем, айпишками и всем тем, что мы не придумали, куда еще положить. И есть тестовые либы. Их несколько, но основные сути, которые они отображают, это, во-первых, декорирование степов. Кто, опять-таки, работает с питоном, очень хорошо понимает, что декоратор это такая очень питон-специфик вещь. Это, по сути, свои шаги, в которых имплементированы уже какие-то вещи, которые одинаковы для всех микросервисов, для всех шагов. Там можно разместить логирование, подключение к клиенту, какую-то инициализацию, вычетку из конфигов. Для базы, ммкэша, для чего угодно мы пишем эти шаги, у себя потом их используем и потом покажу, как это примерно будет выглядеть. Фикстуры — это тоже очень питон-специфик вещь. Это такой подход data-driven, когда мы можем описать какие-то разные поведенческие схемы теста и передать такую функцию внутрь теста. И тест прогонится для каждой из описанных фикстур. То есть мы можем описать какие-то валидные виды, передать этот валид уид в тест. И если их там 10 штук перечислено, то этот тест 10 раз выполнится для каждого из наборов. Если, допустим, респонс должен быть одинаковый, а реквест разный, мы оттуда будем просто подкладывать валидный уид и проверять, что валидно отрабатывает система. И в этих тест-лайверах мы описываем тулзы разные, которые сравнивают джейсоны, допустим, скипуя порядок, не обращая внимания на какие-то маленькие отличия в дейтайм времени, потому что нам тяжело сгенерировать now время в то же время, когда микросервис, и мы там можем на какие-то десятые доли микросекунд расходиться, мы это там сразу можем учитывать. И там пишем всякие экстеншены менеджеры. В целом, каждый наш тестовый проект пер микросервис, то есть сколько микросервисов, столько же тестовых проектов, плюс всякие дополнительные утилитные проекты, выглядит следующим образом. У нас есть пэкадж, в котором инициализированы все клиенты, то есть из декоратора степов вызываются клиенты для баз, опять-таки, ммкшей, очередей, и степы, которые уже используются внутри тестов для более лаконичного описания. Туда можно спрятать все, что можно спрятать, чтобы не засорять тесты. И, собственно, в пэкадж с тестами, в котором находятся две основные ветки. Первая – это которая содержит тесты, проверяющие контрактное взаимодействие микросервисов. Я на этом подробнее остановлюсь. Дальше. И второе – это ветка, которая проверяет, собственно, поведение самого микросервиса и всех связей со всеми очередями, месседж-брокерами и тому подобное. Контрактный тест в целом выглядит примерно так, как и любой классический тест. Мы подготавливаем модельку. Как мы подготавливаем модельку? Мы знаем поведение системы. Мы знаем, как с бэкэндом общается клиент. Мы знаем, что будет с базой, что будет с кэшом, что будет с очередями в тот момент, когда вызовется какой-то хендлер. Мы готовим это состояние системы. Потом мы подписываемся на тот саджект, который мы хотим проверить. Мы хотим проверить, что Аус обращается в какой-то другой микросервис по этому ключу. Мы к нему подписываемся, слушаем нац, идем дальше. Мы вызываем хендлер асинхронно. Что это значит? Мы не ждем респонса. Нам не важно, что будет с базой, что вернется в респонсе, что потом все свалится. Нам нужно отслушать определенную часть вызова в сторонний микросервис. Мы это делаем. Что будет после него в этих тестах нам не важно. Мы не подключаемся на другие хендлеры, вызовы внешних микросервисов. Мы ничего не проверяем. Нам вообще плевать, даже если интернал вернется в конце. Эти тесты таковы, что они работают ровно до того момента, пока в коде не сработает колл во внешний микросервис, который мы проверяем. Ждем, пока появится в очереди, собственно. Перехватываем и смотрим его. За счет либо, который я показал, мы генерируем реквест, который должен уходить, и сравниваем весь пейлот со всеми месседж-айди, типами, бодяжниками, со всем, что можно, ровно на весь пейлот, который уходит в внешний микросервис. Почему важно проверять не только боди, а все остальные штуки? У нас была, например, такая проблема, что после какого-то рефактинга в коре пропали все месседж-айди. То есть это такая уникальная штука в системе, которая показывает, что вот этот колл, который прилетел с мобилки, отработал там по 25 микросервисам, и как минимум это позволяет нам хоть как-то дебажить и смотреть логи. Иначе мы не поймем, что вот эта вот проблема, которая свалилась, была вызвана вот этим вот клиентом, и не можем воспроизвести проблему. Таким образом примерно будет выглядеть этот тест. Очень базово. Давайте разберемся, что делаем. Мы готовим данные, генерируем какие-то необходимые нам поля для проверок, подключаемся через какие-то описанные сапскр-степы к внешнему микросервису АУС, который дергает endpoint get user. Сами подготавливаем боди в микросервисе payment. Он вот у нас крутится, бинарик где-то работает у нас в системе, в консоли. И через ax-step это значит, что мы опять-таки слушаем асинхронно, вызываем, не ждем респонса. Через ax-step вызываем endpoint build, туда передаем подготовленные наши подготовленные параметры и делаем assertion. Проверяем. И как видите, я тут спрятал проверку самого реквеста внутрь степа, чтобы не создавать опять-таки шум в тесте. Тест выглядит коротко, лаконично, при этом делает довольно много подкапотной магии. И второй вид тестов это behavior тесты. Принцип тот же. Мы готовим состояние системы, все состояния системы на самом деле, которые могут быть при вызове этого хендлера с точки зрения бизнеса, с точки зрения возможности базы. То есть у нас из-за того, что мы очень глубоко можем докопаться до системы, мы заставляем разработчиков паранойить и писать корректные схемы, корректное поведение при каких-то абсолютно невозможных кейсах в продакшене. Этим гарантируем то, что через год это поведение не заработает и для нас это не будет какой-то неожиданностью, потому что это вроде код, который написан год назад и он сейчас стрельнул и непонятно почему раньше все работало. Мы подключаемся на все внешние вызовы, что бы то ни было системы или это внешние микросервисы, вызываем хендлер уже синхронно, то есть нам важно дождаться ответа, пока он дойдет до последней строчки своего кода. Ловим все внешние вызовы, моками отвечаем на них. Если это необходимо, мы в моке, в авраперы пробрасываем какие-то параметры, от которых система уже может как-то специфически работать и проверяем один из получившихся состояний системы. И это правильно, на самом деле один тест, одна проверка. Это концепция, кто хоть что-то знает про сертификацию в любом роде кейджайла, везде будет написано, что один тест, одна проверка. Когда можно допустить в принципе закрыть глаза на то, что мы в конце проверим и респонс состояния базы, когда если два теста сдуплицировать и два разных верифайя написать, они получатся идентичными. Нам нужно готовить все те же параметры, нам нужно все те же объекты импортить, нам нужно точно так же очень как-то сложно подготавливать базу. И с одной стороны мы можем это конечно вынести в какой-то общий метод и написать два коротеньких теста, которые будут один метод дергать. Это красиво, но в принципе это допустимо, если в тесте две проверки на абсолютно одинаковый сетап. Но в целом это нехорошо, я так не советую делать. И тест может выглядеть как-то так. Для простоты его написал без вызовов во внешние микросервисы. Мы подготовили какие-то параметры, создали body в микросервисе вот aus. Мы вызвали endpoint create user и проверили, что в базе он создался на самом деле коственно. Где-то еще должен быть тест на то, что в базе создается эта запись и там будет меньше всяких подготовительных моментов, он будет выглядеть немножко по-другому. Мы его как бы написали, мы его знаем, мы оттуда взяли юзера и проверили, что этот юзер находится в респонсе. Все остальное магия спрятана опять-таки внутри степов, который отвечает за локирование, за сбор информации и так далее. Итак, почему мы собственно тестируем так, как мы тестируем? Почему изоляция? Первое, самое главное, у нас больше 50 тысяч тестов, которые проходят за 8 минут. и это не только время работы тестов, это время сборки, время выкачки всех реп, всех зависимостей, это сборка докера, поднятие всех баз, накатка всех миграций и прогон всех тестов и тому подобное. Все вообще, это вот вся система полностью, все там 80, 100 микросервисов, которые у нас есть, проверяются на 100% со всеми вообще зависимостями, скачиваниями, конфигурациями, сборками за 8 минут. Потоков на мастере это, мы имеем самое, конечно, крутое железо на Амазоне и у нас там 10 нот и этого достаточно и там это даже чуть побыстрее проходит, это минут 7. Это вот на стейджинге у нас там порядка 40 нот на все. Ну там типа того. Второе, помимо того, что у нас это все быстро на Jenkins'е гоняется, на наших лаптопах локально базовый микросервис, который имеет 2000 тестов, проходит примерно за одну минуту. Есть даже где-то 3000 тестов примерно за одну минуту проходит локально. То есть мы собираем бинар, один запускаем, он в консоли крутится, мы нажимаем run в пейчарме и через минуту мы получаем результат. Что важно, один микросервис должен быть заранен. Это не греет наши машины, это позволяет нам работать на ноутбуках без шкафов с серверами локальными. Это очень легко проверить на CI, потому что у нас один тестовый проект per микросервис. И важная штука, из-за чего вообще многие люди спускаются чуть ниже API-шного тестирования, root-класс-анализ. Это значит, что мы очень быстро выявляем причину проблемы. Допустим, разработчик сделал фикс в коре. Мы не знаем, на что это может повлиять, никто не знает. И что-то пошло не так. В обычной системе, где нету компонентных тестов или каких-то суперсложных интеграционных тестов, мы можем видеть, что что-то пошло не так. Мы начинаем копать логи, мы там открываем эти системы логирования, лог-энтриски паннеры, что бы то ни было. Мы тратим кучу времени на инвестигацию, в этом задействованы кучи людей, и по итогу мы там через какое-то очень долгое время можем найти проблему и понять, что либо ее фиксить, надо либо откатывать. Соблюдая нашу концепцию, мы видим, в каком контракте произошла проблема, в каком микросервисе, в каком эндпоинте, на каком шаге, потому что мы все тестируем не просто в изоляции, а у нас, как я говорил, для каждого теста свой результат, и даже по тому, какой тест свалился, по имени, мы можем не заходить в сам тест, не читать, что он делает, и очень легко понять, что именно пошло не так. И так как у нас тесты прогоняются быстро, Jenkins машин у нас достаточно, мы по каждому коммиту разработчика в тестовый микросервис прогоняем автоматически все тесты на этот микросервис. Мне подскажут, что у меня еще куча времени, вообще можно не торопиться. И по каждому коммиту запускаем тесты. Разработчик, после того, как за коммитой, через пару минут получает прямо в битбакете ссылочку на прогон Jenkins, он туда может зайти и посмотреть, что свалилось. И многие спрашивают, почему вы не используете стандартный, более принятый подход к тестированию бэкэнд-системы, как API. То есть, когда мы общаемся с каким-то микросервисом типа gateway, который уже общается со всей системой. Во-первых, для нас это будет слишком медленно. Я имел дело с такими тестами. Вот человек есть, не даст соврать. И даже при очень хорошем параллелизме это могло занимать 15-20 минут, тестов было в сотни раз меньше. В наших реалиях это было бы часы, либо какой-то просто неадекватный сетап на виртуал-энвароментах. Второе, к сожалению, хоть мы спускаемся с уровня GUI на уровень API, мы не можем протестировать какие-то специальные кейсы, из которых в основном состоит система. Потому что сам хендлер может вычитывать, например, месседжи с базы, какое-то значение. И для этого он там делает еще 50 строк кода дополнительных на случай, если прилетел рейс, если там повторные обращения и вообще куча всего подобного. Мы это протестировать можем почти все. С API мы можем протестировать один из 100 кейсов в таком случае, например. И, собственно, блок для всего, что можно остальное говорить. Вся система должна быть заранена. То есть мы локально как-то должны заранить десятки микросервисов, поднять весь environment, что для ноута вообще невозможно. у нас в офисе было бы градусов наверное 50, если бы мы так делали. При этом у нас бы локал hardware setup был бы такой дорогой, что у нас бы было проще уволить на самом деле. И важная штука, что очень тяжело при таком подходе тестировать какие-то очень минорные апдейты в микросервисе. То есть при подходе, когда у нас есть компонентные маленькие тесты, которые проверяют какую-то определенную штуку, какое-то маленькое поведение конкретного куска кода, у нас есть какой-то сценарий, где есть сетапы, где-то мы что-то дергаем, гетты, апдейты, посты получаем, партим, пробрасываем. И в этих случаях это получается здорово, это интеграционное тестирование, это nice to have всегда, но очень тяжело словить какую-то маленькую ошибочку, которая появилась в системе. и мы не имеем контроля над системой, потому что опять-таки мы все создаем API, мы не можем вставить какую-то нехорошую штуку в базу и проверить, что будет, если такое случится. При нашем подходе мы проверяем вообще все, что возможно проверить. И первое слово в моем докладе честное. Со мной многие спорят, почему же это все-таки честно, говорят, нет, вы же эта система не видите. Я на самом деле наше клиентское приложение, наши клиентские приложения пару раз видел, не помню, как они выглядят. Я Uber лучше знаю. Итак, почему же они честные, почему мы верим и при этом всем мы поддерживаем continuous deployment. Все кей-инженеры у нас это профессионалы своего дела. Мы знаем всю систему, мы знаем, как работает клиент. Это люди, которые с бэкэндом и с тестированием бэкэнда работают лучше и больше, чем кто-либо еще. Если кто-то не согласен, то подходите, пообщаемся, как раз люди нужны. У нас очень хорошее покрытие контрактное и мы гарантируем, что мы хорошо тестируем связи между микросервисами. Не имея поднятой системы всей, мы знаем, как система общается, мы знаем, как система взаимодействует. Мы можем проверить кейсы, которые невозможно проверить порой даже юнитами. Ну, ладно, невозможно, очень сложно. И у нас есть либо одна, где мы все описываем контракты, мы все ее смотрим, мы все ей пользуемся и мы гарантируем, что она описана корректно. То есть мы знаем, какие типы прилетают, мы тестируем все ограниченные условия, которые на пройдет уже иногда невозможны. мы тестируем какие-то порой небывалые связи и мы знаем, что при какой-то ситуации, когда система поведет себя некорректно, мы просто не ляжем. И в конце концов Google делает это так же. Я потом в конце привожу ссылочку, где вы можете это прочитать. Я считаю, это хороший аргумент. На этом у меня все. Спасибо. У нас вот куча времени, можем пообщаться, а пока что я, чтобы не оставлять тот предыдущий слайд, вот такие вот линки вам оставлю и скажу, что сейчас вот здесь вот у нас Juna Stand при выходе и я там буквально через 10 минут буду рассказывать еще какую-то интересную штуку, почему вообще не надо тестировать UI автоматизирование. Спасибо, Александр. Пожалуйста, вопросы. Да, вопросы. Я про правый нижний квадратик. Что у вас есть по этой теме про end-to-end тесты и, ну, понимаешь, к чему я клоню, да? У вас как бы понимание бизнес-логики про взаим... Ну, насколько я понял, то, что ты рассказывал, понимание бизнес-логики того, как тесты, как микросервисы друг с другом взаимодействуют, оно тестируется, ну, как бы, я так понимаю, ментально. То есть вы в изоляции тестируете один и другой и как бы на уровне того, как вы описываете эти сценарии, вы ментально проверяете, что когда вы запустите и один, и второй, как бы все пойдет хорошо. Все верно. Вы что-нибудь делаете для того, чтобы… Конечно. Это я рассказал про тестированные три бэкэнда, в котором как бы нет UI. У нас еще клиентские приложения, их 5-6, можно сказать. И в каждом есть кей. У них есть свои какие-то скрипты, тесты. Они там тоже мокаются от бэкэнда. Ну, и плюс они проверяют все вручную. А то есть на бэкэнде вы end-to-end никакой не делаете? Нет. Окей. Может быть, будем когда-нибудь в будущем, но нет. Спасибо. Да. Спасибо за доклад. Эту тему мы периодически обсуждаем со своими тестировщиками. Правильно делаете. У меня такой вопрос. В случае, если между микросервисами болтается шина, в нашем случае это кавка, то, скорее всего, таких тестов будет недостаточно. Что значит шина в вашем случае? У нас кавка. По кавке общаются некоторые сервисы, подписанные на события в других сервисах. И мое предположение, как человек еще молодого неопытного автоматизации, что тестов такого уровня изолированных будет недостаточно. Если вы хотите проверять работы кавки, то, наверное, надо идти в кавку и им об этом говорить. Как взаимодействует один микросервис с кавкой и второй с ним, вы можете все связи проверить. Мы тестируем по сути связи с гуглом, связи с какими-то пеймент-системами, какими-то там вообще сумасшедшими и сложными, которые там на нашем рынке вообще могут работать. И у нас вообще там всяких антифрод, еще дополнительных систем куча. И со всем этим у нас есть тесты, у нас замокировано это все, у нас есть специальные клиенты описаны, которые с фортпад-системами общаются и макируют, докер-контейнер на нее поднимает и тому подобное. И, ну, Google не хуже, например, мы его как бы тестируем. Но если Google себя поведет некорректно и начнет нас обманывать, то вроде мы об этом узнаем быстро. Вот Алексей расскажет, как мы это делаем. Спасибо. у меня такой вопрос. Чтобы обеспечить такую вот работу тестирования, какие ресурсы надо тратить относительно разработки? У меня такое чувство, что чуть ли не больше, чем разработка, занимает… Ну, как я говорил, у нас порядка 50 человек всего в бэкэнде, из них 15 автоматизаторов. Как мы говорим, у нас идеальная картина. Один разработчик к одному автоматизатору, хотя бы потому, что это люди, которые помогают делать код-ревью, следят за метриками, смотрят баги в проде. И единственное, что мы не делаем, это мы не коммитаем в гоу-код, почти, по крайней мере. И поэтому один к одному идеально. Нет такого, что вы в три раза больше разработчиков пишете. Получается, у вас два разработчика на одного тестировщика. Мы же хорошие ребята, я же говорю, мы все успеваем. Я так понимаю, что тестировщики должны быть на таком же уровне или скилласте, чем разработчик, чтобы это все так классно делать. Да. Спасибо. Добрый день. Вы декларируете, насколько я слышал, стопроцентный код каверич? А это как-то подсчитывается или это просто тестировщик? А как это можно подсчитать? Ну вот я спрашиваю. Мы читаем код, мы всегда его смотрим, пересматриваем и ревьюваем. То есть это все на кей, никаких там тулов не взять? Мы в этом коде, мы его постоянно меняем и на него смотрим. У нас не проходит ни одного дня, чтобы каждый микросерс проапдейтился. Мы в каждом эндпоинте лазим. Мы когда тестируем следующую задачу, проверяем, чтобы заодно все, то что есть, было уже протестировано. То есть багов там не находили в процессе… Где? У нас в коде? Нет, в процессе написания тестов, которые… Да, находим иногда, дописываем. Мы тоже люди. Если там 3000 тестов, два потерялось, это, конечно, плохо. Мы об этом очень сильно оскорбим, но мы это правим. Просто задача, то есть с моей стороны тоже как-то понять код каверич не с точки зрения кейщика, который говорит, что я да, я все сделал и все хорошо. Как это сделать? Ну, было бы здорово. Кейщики, которые ревьювают друг друга. Было бы здорово, если бы это делал компьютер. И второй вопрос. То есть девелопер что-то коммитает, то есть оно мержится и результаты буквально через там 2, 3 или 8 минут я слышал, да? 8 минут – это вся система целиком, все там… Это как фулл-реквест. Пара минут на его микросервис, чтобы прогнать. Как-то фулл-реквесты предварительно анализируются перед тем, как пушить и мержить? Мастер? Да, я об этом рассказывал. Мы на него пишем тесты, на этой тестовой ветке мы прогоняем этот микросервис с тестами всеми измененными и мы проверяем все другие микросервисы, которые могут быть затронуты. Например, у него поменялся контракт респонса, мы, конечно же, проверим микросервис, запустим тесты, которые используют этот респонс у себя внутри в работе. Если поменялся какой-то коровый функционал, мы запускаем все. Мы запускаем еще сборку, проверяем, как у нас есть такая в горшке штука, мини-мок, это которая помогает в общем налаживать контракты и перегенерировать все. Мы эту штуку еще запускаем. Через 10 минут мы получаем весь отчет. И только потом мы мержим мастер. Это как-то автоматизировано или получается каждый девелопер должен или QA отвечает за это? Девелоперы за это не отвечают, но они могут, они имеют доступ на Jenkins, они могут на ветке прогнать тесты. Иногда они это делают. Иногда они пишут какое-то супер минорное изменение типа поменять legacy тип на какой-то более современный и по идее JSON не должен поменяться. И они вроде как должны это поменять, все тесты должны пройти. Если тесты не работают, они могут посмотреть, там свалилась тысяча тестов, что-то наверное пошло не так. И они уже нам дают эту работу. Если у них какой-то один тест упал, то они могут быстро понять, что пошло не так, где. Спасибо. Ну и последний вопрос. Где таких умных тестеров берете? Ну уже взяли на самом деле всех, кто есть. Но если еще кто-то есть, то милости просим. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Хотел бы подробнее узнать про контрактное тестирование. Это вот либо, это ваше самописное какая-то? Ну на самом деле, либо разные можно найти клиенты. Мы пользуемся питоном. В питоне очень легко найти описание на все, что есть. У нас в основном используется для общения между микросервисами месседж брокер NATS и SKS. NATS мы используем в тех случаях, когда нам нужно заретраить или просто послать сообщение. SKS мы используем, когда нам нужно гарантированно доставить сообщение. Но мы должны тогда инпоинт тестировать retry и save, потому что он может несколько месседжей одинаковых присылать. Он может поднимать там месседж, еще раз то же самое плюнуть. И на это есть библиотеки в питоне, на основе которых мы со своими конфигурациями переписываем клиенты. Каким образом вы поддерживаете контракты актуальными? То есть между консюмером и провайдером? Между двумя микросервисами как только меняется код, мы меняем свою либо. Любое изменение в коде всегда проходит стадию ревью. И соответственно, если поменялось контрактное взаимодействие в микросервисах, мы тестируем, во-первых, что новое поведение работает, во-вторых, что старое поведение не сломается. У нас очень много legacy кода и иногда изменения в контракте, допустим, поменять название поля, это три задачи. Это новое поле, потом следующая задача, мы начинаем в два поля одинаковые данные, следующий микросервис начинает из нового поля писать и потом выкашиваем старое поле, чтобы не было даунтаймов. И все эти вещи мы тестируем, конечно, мы просто понимаем и мы, разработчики, как нужно распилить задачи, декомпозировать, чтобы мы могли выходить в продакшен без даунтаймов. И тесты у нас есть и на старое поведение, и на новое. До тех пор, пока старое не выкосится. Спасибо. Я еще потом, попозже подойду. Да, пожалуйста. Спрашивай. Опять-таки, кто хочет пообщаться, тут у нас Джона стенд, и я думаю, это уже больше не надо. Верну вот этот слайд, и мне можно писать, как минимум, в Twitter точно. Добрый день. Спасибо. Очень интересный доклад. Куда мне смотреть? Сюда. Да, извините. Я здесь. Два вопроса. Первый, концептуальный. Сколько времени у вас заняло прийти к такому процессу? Как только у нас задумывался этот продукт, и то, что нужно писать в бэкэнд, пригласили человека, который отвечает за архитектуру девелоперского кода, и человек, который отвечает за архитектуру тестового кода, который у нас все еще архитектор. И все это писалось с момента рождения бэкэнда. Здорово. Завидую. Второй вопрос. Технически я, возможно, упустила. По поводу подготовки тестовой даты. И у вас база данных не выступает узким местом и входные данные, собственно говоря? Я бы сказал, что она выступает самым широким местом, потому что узким местом в этом случае является код. И разработчики порой говорят, что ты проверяешь. Ну, internal, internal. Такого на проде случиться не может. Я говорю, хорошо, пиши internal, пиши ошибку. У нас был такой разработчик, он писал ошибку, internal, и log should never happen. И за одну ночь случилось сколько-то там сот тысяч этих ошибок на проде, и больше они так не делают, в общем. Ну, тем не менее, если можно чуть подробнее про подготовку входных данных, загрузку… Ну, тут надо очень хорошо понимать модель. Тут как бы надо разобраться в самом продукте, что у нас происходит. То есть у нас сервис по заказу машины. У нас происходит заказ райда. Что к этому моменту может быть? Мы уже знаем, что мы чуваку дали какой-то апфронт, сколько у него будет стоить поездка. Убером кто пользуется, тот знает. У нас где-то эти данные хранятся. Мы знаем, что в этих микросервисах содержатся такие данные к этому моменту, в этих микросервисах такие-то данные. Мы можем зайти в endpoints, которые мы знаем, что к этому моменту вызывались, и посмотреть, что они могут писать базу в разных кейсах. Все эти кейсы, все эти пересечения и разные модели мы подготавливаем, и на каждую из этих моделей, на каждое состояние системы, которое может быть к моменту вызова хендлера, мы это записываем, подготавливаем модельку, вызываем хендлер, смотрим, что происходит. Раз, раз. Спасибо. Вопрос такой. Я знаю, что в принципе для тестирования микросервисов, то, что вы описали, это по сути extension, надстройка над юнит-тестами, правильно? Которая запускает… Нет, юнит-тесты не работают с базой, юнит-тесты проверяют метод. Они макируют базу по-хорошему, они макируют тоже внешние вызовы. Но вы же то же самое делаете. Мы не макируем базу, мы не макируем кэши, мы не макируем очереди. Это компонентное тестирование, это чуть выше юнитов. У нас есть кейсы, которые мы не можем проверить нашими тестами. Мы можем проверить юнитами, и мы обязательно проверяем юнитами. Допустим, хендлер что-то записывает базу. Он сначала проверяет, что этой записи нету, он идет дальше, собирает с внешних микросервисов какие-то данные, а за это время, за 10 миллисекунд, эта запись уже может долететь с очереди. И вот дальше проверяется, опять-таки, хендлером, что оп, этой записи опять нету в базе. Юнитом это можно протестить, компонентным тестом нельзя протестить. Мы тестируем хендлер. Юниты тестируют функции. Ну, обычно просто хендлер, это и есть одна функция, на которой пишется много юнитов. Нет, что вы. Есть такие подходы. Ну, есть. Я понял, короче. Либо настолько тривиальные хендлеры. Это не замена юнитов, это надстройка. Это выше юнитов, да. Тестовая пирамидия, это чуть более узенькое место, и по идее юнитов должно быть больше. И все валидационные тесты, на которые мы пишем наши фикстуры, проверяем, что все граничные значения работы, это все должно покрываться юнитами. Но я, например, вообще разработчиков не дергаю юнитами, потому что они пишут на Go. И кто-нибудь знает хороший тестовый фреймворк на Go? Кто-нибудь видел юниты на Go? Я такой мерзости больше вообще нигде в жизни не видел. Поэтому мы пишем наши тесты, им верим, а их юниты мы требуем только тогда, когда мы не можем какой-то кейс проверить у себя. Это очень редко, но такое есть. Спасибо, Александр. Я тогда приглашаю аудиторию к стенду Джуна, чтобы Александр ответил на вопросы, если у вас еще есть. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok